Наша съемочная группа посетила теннисный корт, на котором занимаются дети в возрасте до 14 лет. Совсем недавно они показали отличные результаты на азиатских турнирах, прошедших в Казахстане и Таджикистане. Для достижения своих целей юные теннисисты постоянно тренируются. Тренеры говорят, что в каждом ребенке есть сильное стремление, поэтому им уделяется особое внимание и налажен процесс регулярных тренировок. Эти спортсмены сильнейшие ракетки Узбекистана в возрасте до 14 лет. В свою очередь, Национальный банк Узбекистана оказывает финансовую поддержку Федерации тенниса Узбекистана, чтобы эти молодые люди могли тренироваться, работать над собой, а также участвовать в международных чемпионатах. Как раз-таки подобные турниры недавно прошли в Таджикистане и Казахстане. На них наши ребята оказались лучшими во всей Азии. Мы приняли участие в серии азиатских турниров, прошедших в Таджикистане. Результаты очень хорошие. Наши воспитанники заняли первые, вторые и третьи места, завладев всем пьедесталом. Всего в копилке нашей сборной 36 медалей. Самый лучший результат выказал Абдул-Азиз Усмонджонов, завоевав первое место и в индивидуальных соревнованиях, и в парных. У всех наших ребят были сложные моменты. В каждом выходе на корд мы переживали, поддерживали их и верили в победу, потому что у нас сильная команда. После турниров эти юные спортсмены также улучшили свои позиции. Абдул-Азиз, например, занимает первое место в национальном рейтинге среди теннисистов до 14 лет. Он занимал 21 место в Азии, а после турниров Таджикистана поднялся на четвертую строчку. Мы набрались опыта. Благодарен нашим тренерам и федерации тенниса Узбекистана. Также хочу поблагодарить Узнацбанк за их поддержку и финансирование нашего выхода на международные турниры. Это помогло мне подняться с 21 строчки на четвертую позицию в азиатском рейтинге. На турнире в Таджикистане были и сильные соперники. Самым сложным для меня стал полуфинальный матч. Теннисом я занимаюсь уже 7 лет. Безмерно благодарен тренерам за тот опыт, который я приобрел. Алан Зийнатулин тем временем занимает второе место в национальном рейтинге среди детей до 12 лет. В Азии был на 65 месте. После турнира поднялся до 27 места. Несмотря на то, что Алан был самым молодым игроком турнира в Таджикистане, он дошел до финала. Мы со своей сборной Узбекистана съездили на турнир в Таджикистан ТТФ Кап 2021 года. Я был на турнире самый младший, но мне это не помешало занять второе место и отыграть хорошую игру в финале. Ну а Шахзода и Злата считаются лучшей парой. Мы с моей напарницей Златой Чиновой выиграли в Казахстане АТФ. Самый трудный матч был это финал. Мы играли до супер тайбрека. Потом мы сыграли в Таджикистане. Два АТФа выиграли. Финал был не такой уж и трудный. Мы хотим поблагодарить федерацию тенниса Узбекистана за то, что она предоставила нам такую возможность. И Национальный банк за то, что он нас проспонсировал. Девушки, занимающие 21 и 13 места в Азии среди своих сверстниц, также рассказали о преимуществах парных соревнований. Мне нравится то, что она очень хорошо играет с лету, всегда меня поддерживает. Мы всегда понимаем и поддерживаем друг друга во время игры. Мы со Златой очень сыгранная пара. Мы постоянно начали в этом году играть вместе. Мне нравится то, что она играет агрессивно. Тоже никогда не сдается, даже в трудные моменты. И мы все равно поддерживаем друг друга. Следует отметить, что вышеперечисленные перспективные спортсмены являются ведущими членами юношеской сборной Узбекистана по теннису. Они будут защищать честь нашей страны на всех предстоящих международных соревнованиях. Ну а Узнацбанк тем временем и дальше будет пропагандировать здоровый образ жизни в нашей стране и способствовать развитию тенниса.